Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет интересная тема. Пару месяцев назад я увидел в одном из новостных сайтов о том, что несколько студентов из Украины, по-моему, два парня и девушка, изобрели какой-то чудо-блокнот в гараже из подручных материалов. Блокнот мне очень понравился, потому что там можно листы было стирать и, по-моему, феном. Я показал статью своему другу, и друг мне прислал, ты что, дебил? То есть он действительно был в недоумении говорить, такая технология уже есть миллион лет, и блокноты эти в свободной продаже можно найти там на Алиэкспрессе, Гербесте, в любом из магазинов. Я говорю, друг, нет, такой блокнот у меня есть, то есть, да, вот, который электронный, электронный блокнотик. Это же не то, это же совсем другое. А он говорит, нет, есть уже такие блокноты, то есть, воспользуйся поиском, ты что, поиском? Ну, короче, обсмеял меня всего. И я, блин, полез искать, и сразу же, не знаю, две минуты у меня заняло время, я нашел точно такой блокнот, как они рекламировали. И друг говорит, то есть, скорее всего, эти краунфандеры, они просто хотят собрать бабла и свалить, или, возможно, просто пиарятся, то есть, ну, попиарятся, и потом какой-то там другой краунфандинг создадут. Или, может, просто хотели разрекламировать его для того, чтобы прочувствовать продажи и начать продавать там на локальном рынке Украины эти блокноты со своим названием. Говорит, никто это ничего не изобретал, то есть, эти краунфандеры, это все вранье, просто покупай блокнот в Китае и не парься. Я купил такой блокнот, вот он, купил, без проблем дошел, за две недели коробка немножко вот примялась, покупал его на GearBest. Вот, здесь все на китайском, нарисовано приложение, я так понимаю, можно установить. Ну, давайте распакуем и разберемся, что же это такое. Название ElfinBook 2.0, то есть, ссылки будут в описании, но если вы захотите, вы можете сами поискать по поиску в любом вашем удобном магазине. То есть, они продаются везде, очень недорогие, есть и другие фирмы, которые производят эти блокноты. Ну, посмотрим, в общем, что это, как, есть ли смысл. Может, просто обойтись можно вот таким блокнотиком. Скажу, что я блокнотами пользуюсь, использую их часто, действительно, пользуюсь и записываю. Это мне еще первый мой начальник посоветовал, когда я только начал работать. Работал тогда, по-моему, экономистом еще или бухгалтером. Начальник сказал, все записывай. То есть, то, что ты не записал, то ты забыл. Все время, то есть, всю свою жизнь меня сопровождают блокноты. И вот у меня несколько записных, то есть, две вот таких электронные книги. В них одна текущая, то есть, я здесь рисую такое вот, отвлекаюсь. Вторая там с какими-то конкретными задачами глобальными, чтобы они были перед видом. Также у меня два обычных блокнота. Этот блокнот от Xiaomi. То есть, вот так он выглядит. Здесь он ручка. Здесь я записываю информацию об обучении. То есть, если я какой-то обучающий видеоролик смотрю, или какой-нибудь там материал обучающий, или читаю книгу какую-то, или аудиокнигу, слушаю важные моменты, которые мне понравились, которые мне идеи понравились, я обычно записываю в этот блокнот. Второй блокнот вот такой вот. Здесь больше я английский язык изучаю, то есть, помечаю. То есть, отдельный блокнотик завел себе для обучающих материалов по английскому языку. Ну, и, соответственно, если этот блокнот такой, как его описывают, и такой функционал у него, как его описывают, то часть блокнотов уйдет в небытие, и просто мы будем этот материал оцифровывать. Причем, я, смотрите, открыл. Он выглядит как книжка. Здесь у нас есть все. В коробке больше ничего нету. Вот такой вот здесь выпала тряпочка. Сейчас я крупным планом все покажу. Просто заглушечка, чтобы он не болтался. Снизу ручка, или сверху. Снизу, снизу получается ручка, потому что Elfinbook написано. И снизу вот такая вот ручка с стирачкой сверху. Вот такая вот обычная китайская ручка. Но я так понимаю, что рисовать можно писать на нем не только этой ручкой, а любой. Но сейчас мы будем смотреть это все. Итак, вот такая вот тряпочка-салфеточка. Я так понимаю, она может стирать обычной тряпочкой, как знаете, для протирания очков. Линз в очках. Вот такой вот обычный материал, то есть обычная тряпочка. Далее, сам блокнотик. Вот так вот он выглядит. Здесь вот эта вот страничка, я так понимаю, она не стираемая. Это просто как бы, ну, не промокашка, а в общем лист с информацией. Здесь у нас как писать, что можно отсканировать. Вот приложение. Можно отсканировать мобильным телефоном. Ну и сами листики. Листики у нас вот такие. Они одинаковые, с рамочкой, с полосочками, для того, чтобы было удобно писать. И с конца просто чистые листики, для того, чтобы можно было рисовать. Листы, они напоминают немного пластик. И вот если сделать вот такой изгиб, то есть они немножко пластика, если изгиб сделать, остаются небольшие трещинки такие. Если выровнять, остаются небольшие изгибы. То есть эта штука открывается, но надо открывать каждую отдельно. В общем, открываются они на защёлках, и можно их достать, листы. Я посчитал количество листов. 15 листов вот таких, двухсторонних, с полосочками. И 15 листов двухсторонних, ну, то есть можно с двух стороны, чистеньких. То есть без каких-либо полосочек. Ну и давайте попробуем что-нибудь написать. Ручка вот такая вот, с этой стороны у нас резинка, то есть стирачка. И вот такая вот чёрная, обычно, ну, похожа на обычную гелевую ручку. То есть я так подозреваю, что обычная гелевая ручка это и есть. То есть, ну, попастье, судя попастье, как обычная гелевая ручка. Ну, давайте попробуем что-то написать. Писать очень приятно, очень мягко. То есть ты когда пишешь, очень мягко. Я подозреваю, если вы сильно давите, то, скорее всего, будут после стирания оставаться отпечатки. Я написал и сразу, смотрите, то, что я написал, сразу, видите, стёр. А то, что раньше написал, давайте проверим, сотрётся оно или нет. То есть оно присохло и уже не стирается. То есть то, что сразу написал, можно просто стереть. Видите? А то, что было раньше, пока не стирается. То есть если оно присохло немного, оно не стирается. Ну, это круто. Давайте ещё раз. Вот, написал. Оно присохло и теперь не так просто будет стереть. Ну, а давайте теперь попробуем взять резиночку. Резиночка стирает всё. Без проблем начисто всё стёрлось. Не осталось никаких отпечатков, ни полосочек, ни отручки. Ничего вообще не осталось. Я не знаю, как бы будет видно или нет. Полностью всё стёрлось. Всё отлично. Давайте проверим пальцем теперь. Теперь то, что мы написали, второе присохло, оно не стирается. И давайте попробуем стереть резинкой. То есть одну полосочку стёрли. Всё. Ничего не осталось. Одна полосочка исчезла. Теперь давайте проверим тряпочкой. Сотрётся или нет? Тряпочка не стирается. Я не знаю, зачем её положили. Наверное, для того, чтобы, когда ты пишешь, может, вот так, чтобы не размазывать. Не знаю. В общем, давайте посмотрим теперь дальше. Что ещё он у нас умеет. Отсканировал штрих-код. Нас перенаправляют в WeChat. Вот если этот отсканировать, если этот перенаправляют на какой-то китайский сайт. Но давайте попробуем просто поиском найти ElfinBook. ElfinBook 2.0. В общем, нашли приложение без проблем. И я думаю, что вот устанавливается. Я думаю, что никаких проблем с ним не будет. Давайте пока оно устанавливается, попробуем что-то ещё нарисовать. В общем, какие-то ёлочки получились торявые. Как-то так. Вот такой вот рисунок получился. Ну и давайте попробуем запустить наше приложение, которое мы скачали. Вот просто оно так выглядит. Можно и описывает, что нужно сделать. То есть есть инструкция. Let's get it. Вот. Мы смотрим. Вот. Нашло рамочку. Сделали фотографию. Оно его обработало. Смотрите. Я не знаю, надеюсь, видит нам будет или нет. Обработало. Нажимаем Next. Оно его можно выбрать подсветку. То есть белое, видите, чисто белое. Серенькое, как будто лист фотографии сделала. Можно вот такое сделать оттенок и вот такой. Ну, будет путь беленький чисто. Вот. Мы его нажали в финиш и оно нам его сохранило. Можем его экспортировать в PDF-файл и сразу отправить куда-нибудь друзьям. В Telegram. Блин, ну круто. И давайте вторую сразу сфотографируем. И вот что получилось. Я надеюсь, видно. Вот финиш. Все наши туписульки, что мы сделали, рисовали, можно сохранить таким методом. Здесь у нас есть еще превью. Можно посмотреть, как это будет выглядеть в PDF. В PDF он водяной знак свой добавляет. Ну, это ничего страшного, как бы, в принципе. Но я думаю, что где-то в настройках это можно убрать. Этот водный знак водяной. Остался еще один тест. В крауфандинге у ребят блокнот умеет стираться полностью, если его положить на некоторое время в микроволновую печь. Я надеюсь, что наш такой же и это свойство тоже имеет. То есть, рисуем тут какие-нибудь полосочки. Вот, нарисовали полосочки. И давайте теперь попробуем его запихнуть в микроволновую печь. Я надеюсь, что с ним ничего не произойдет. Потому что будет мне его очень жалко. Итак, выставляю просто на экспресс. Ну, пусть будет на 30 секунд. Я поставил. Погнала. Он не крутится, потому что он больше. То есть, там крутится диск, но он сам не крутится. В нашем случае ничего не произошло. Кстати, листы нагрелись. Может, слабо просто еще нагрелись. Вот. Ну, боюсь, что он расплавится просто. Раз он не крутится в микроволновке. Ну, давайте еще раз попробуем. Небольшой запах появился. В общем, давайте еще раз попробуем. В общем, нагрелся он, но рисунок наш остался на месте. Я решил еще раз прогреть и проверить. Теперь, после нагревания, протереть салфеткой. Может, так сработает? Нет. И так не сработало. То есть, микроволновка у нас не работает. Оно слюной, слюной, конечно, вытирается все. Тест на микроволновку он не прошел, потому что я посмотрел еще видеоролики из того краудфайдинга. Я там еще увидел, что у них специальный карандаш, металлический якобы, который по нему пишет. И который пишет еще под дождем. Влажную салфетку мы достали. Давайте попробуем там стираться должно еще влажной салфеткой. Да, влажной салфеткой все отлично у нас стирается. Все у нас стерлось. Этот тест тоже прошел. То есть, не прошел тест на микроволновку. Но я сомневаюсь. Хотя, если, наверное, поискать более детально, то можно найти конкретно тот блокнот. Потому что их реально очень много разных блокнотов. Вот такого вот типа. Я просто же взял, который первый попавшийся, который недорогой. То есть, есть дороже. Возможно, у них есть и функция со стиранием в микроволновке. То есть, сразу с его блокнота и с металлическим карандашом. Кто знает. Приложение работает. Ну и последняя функция, которую нам нужно осталось проверить, это фен. Итак, осталось у нас проверить фен. Вооружились феном. Давайте будем проверять. Ребят, действительно все работает. Смотрите. Немножко осталось тени человечика. Но все остальное стерлось без следа. И я так понял, что если фен прикладывать плотнее, то оно быстрее стирает. Давайте попробуем на вот этой надписи еще раз. Все. Все, я не знаю, секунда заняла. Ну, как бы одну полоску я пропустил. Давайте еще раз. Все. То есть, если хочешь быстро очистить листочек, феном прошелся и все. Единственное, что немножко видно. То есть, если под углом взять, то немножко видно остается, что у нас здесь было что-то нарисовано. Ну, вот как-то так. Итак, ребят, давайте подведем итог. Блокнот офигенный. Все заявленные функции работают у него. Стоит недорого. То есть, копейки. И я не понимаю, что это за краудфандеры были, которые изобретали велосипед, который уже существует и продается в свободном доступе в любом китайском магазине. Мне он очень понравился. И они, скорее всего, заменят вот такие вот блокноты мои и вот такие. Ну, сяомишный, конечно, он офигенный. Я его обожаю. Просто он просто изумительный. Он очень приятный. С чехольчиком. Здесь можно менять сам блокнот внутри. Достал, поставил другой следующий. Вот. Конечно, этот у меня останется для записей умных мыслей. Вот эти вот блокноты, наверное, все-таки перейдут. Можно вот такой записывать. Информацию оцифровывать. Скинуть себе в один какой-то PDF файл. Допустим, там, английский учил, 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 учил. Все. Посканировал. Скинул на телефон. Все. Закинул себе, допустим, там, в сохраненные в Телеграме, как я обычно делаю всю информацию. И у меня там пометка есть. Если нужно к ней вернуться, зашел, посмотрел. Всегда все на месте. Даже не нужно хранить на смартфоне. Можно закинуть в Телеграме. Пусть хранится. И скачать, когда эта информация опять тебе нужна. Блин, бомба. По поводу краудфандеров. Я не знаю, зачем эти студенты украинские начали рассказывать, что у них тут такой вот вообще технологию изобрели в гараже. Сделали из подручных материалов. Я еще тогда не обратил на это внимание. Но мне потом обратили, как это они из подручных материалов. Изобрели блокнот такой супер-пупер. Ну, типа, ты же, чувак, короче, соображаешь. То есть, ну, ты не дурак. Почему ты не обратил на это внимание. И я как-то действительно, да, то есть, посмотрел. Вау, эффект и все. Если кто-то из подписчиков знает, почему это так делали. Почему эти краудфандеры якобы изобрели технологию, которая уже существует и действует давно. Если вы понимаете, зачем это делается, пишите в комментариях. Мне будет интересно почитать и понять это. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok